Евгений Степанович Коковин очень любил собак и относился к ним с особенным трепетным чувством. Он говорил «Человек, любящий и защищающий животных, вдвойне человек». Поэтому он написал рассказ «Фунтик», который был опубликован в сборнике «Родничок» в 1974 году. Он был подвижен, ловок, общителен, но мал и весил совсем немного, поэтому хозяин и назвал его «Фунтиком». Ефим Степанович Белкин, человек не молодой, но и не старый, приобрел щенка на грани его жизни и смерти. Зловредная старуха, соседка Белкина по квартире, уже собралась утопить слепого малыша в грязном ведре с водой. «Что вы делаете?» — выйдя на кухню, возмутился Ефим Степанович. «Лучше отдайте его мне, я что-нибудь придумаю». И в комнате у одинокого шофера Белкина поселился крошечный песик. Ефим Степанович так привязался к нему, что не стал ничего придумывать, как обещал бессердечной соседке. Он решил оставить щенка у себя. Фунтик удивительно быстро стал воспринимать интонации голоса человека и выполнять его команды. Белкин никогда не имел дела с собаками и ничего не понимал в дрессировке. Но он легко обучил четвероногого питомца разным приемам и фокусам. Тем, что обычно проделывают собаки в цирке. Фунтик научился стоять и танцевать на задних лапках, ходить на передних, прыгать через палку и приносить вещи. Таскать сумку ему было трудно. Она волочилась по земле и мешала Фунтику двигаться. Зато, когда хозяин заходил в магазин, Фунтик охотно охранял ее. Он скалил зубы при опасности и даже рычал. Попробуй за день. Когда Фунтик показывал свои фокусы во дворе, все восхищались. Ну, артист! Совсем кроха, а что вытворяет? Мал золотник, да дорог, сказал как-то Ефиму Степановичу старик-сосед. Он у меня не золотник, любовно ответил Белкин. Он Фунтик. Ну, все едино, согласился сосед. Иной Фунтик дороже всякого пуда. А однажды, когда Ефим Степанович вышел на кухню поставить на плитку чайник, к нему подскочила та зловредная старуха, что собиралась утопить Фунтика. А ведь, товарищ Белкин, песик-то моя личная собственность. Он вам даром достался. Как-то нечестно. Так ведь вы его хотели. Ефим Степанович не мог произнести страшное слово. Хотела. А может быть, расхотела бы. Так что с вас, товарищ Белкин, следует получить. Ефим Степанович оторопел. Потом он молча сходил в комнату, принес и протянул соседке пятерку. «Что?» – закричала соседка. «За такую умную собаку пять рублей? Да вы знаете, сколько ученая собака стоит?» «Не знаю», – признался Белкин виноват. «Так вот узнайте, тогда и не будете совать в нос пять рублей. А то заберу и сама на стороне получу за пса настоящую цену». О том, что случилось с Фунтиком дальше, удалось ли зловредной соседке заполучить обратно умного щенка, и о его героических поступках вы узнаете, если прочитаете до конца увлекательный рассказ Евгения Степановича Ковина «Фунтик». А чтобы у каждого в доме поселился умный щенок, хоть и бумажный, предлагаем его смастерить своими руками. Вам понадобится цветная бумага, ножницы, клей и отличное настроение, чтобы ваш Фунтик получился веселым и умным. Изготавливаем шаблоны головы щенка, два уха и чёрный нос. По шаблонам вырезаем из цветной бумаги необходимое количество деталей. С помощью фигурных дыроколов вырезаем детали для глаз и языка. Склеиваем между собой детали глаз. На деталь головы наклеиваем нос сердца. Наклеиваем глаза и для придания объёма носу наклеиваем белую полосочку. Это будет блик. В верхней части ушей намечаем линии сгиба. По пунктирным линиям загибаем верхний край ушей. С обратной стороны головы приклеиваем загнутые части ушей. И язычок сердечком. Ушам придаём объём, слегка выгибая их пальцами. Фунтик очень хорошо охранял вещи хозяина. Поэтому и наш фунтик может сторожить ваши сладости. Нам потребуется бумажный пакет. К срезу пакета приклеиваем деталь головы. На нижнюю часть наклеиваем лапки. Их делаем, разрезая круг пополам. Фломастером рисуем на мордочке точки усики. А на лапках – пальчики. На лоб наклеиваем чёлочку. Если нет пакета, то щенка можно сделать в виде открытки и подарить другу. Тогда деталь головы нужно вырезать двойную, со сгибом. Читайте и другие произведения о животных. О дружбе человека с собакой, о смелости и находчивости четвероногих питомцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова